Глядачи, выстоимо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила! Мы не знаем, чья это техника, но говорим спасибо этим странам и их правительствам. Раз оккупанты боятся, значит она очень эффективна. С учетом этого, среди боевиков в Донецке поползли слухи, что якобы ВСУ собираются штурмовать город, и это их сильно напрягает. Они в этом уверены и готовятся, так ли это, мы не можем сказать с уверенностью, так как два больших российских подразделения на выходных на своей технике снялись с мест дислокации в Донецке и выехали, скорее всего, в РФ. Последнее место, где их зафиксировали, город Снежное. Если бы боевики готовились к отражению ВСУ, вряд ли бы они убрали из города порядка тысячи солдат. А что собираются делать оккупанты, если ВСУ действительно захватят Донецк? Вот на этот вопрос они отвечают примерно так. Будет то же, что и с Мариуполем. Мы ничего не оставим. Не исключено, что оккупанты просто подорвут объекты инфраструктуры в городе, а в случае невозможности удержать. Город уничтожат ракетами. Россиянам же не жалко украинских городов. Об этом нужно помнить жителям всех оккупированных россиянами городов и сел Украины. Что оставляют после себя российские войска, мир увидел на примере Бучей, Ирпеня, Гастомеля, Мариуполя, Волновахи, Харькова, Бородянки и других разрушенных городов. Одна из причин этого и того, что враг продвигается, его преимущество в воздухе. Российским войскам существенную помощь оказывают ракетно-космические силы РФ, которые систематически передают спутниковые снимки о позициях и передвижениях наших войск. У россиян очень много беспилотников и дронов, которыми осуществляется доразведка и уточнение по переданным снимкам. А после чего они запускают ракеты, посылают самолеты или бьют артиллерией из АРК. Поскольку средств ПВО у нас мало, враг беспрерывными обстрелами равняет землей не только позиции ВСУ, но и наши города и села. Отсюда много потерь. Нам нужно закрыть небо и лишить врага преимущества в небе. Мы либо сами должны начать выпускать необходимые ракеты и пусковые установки, либо в этом нам должны помочь зарубежные партнеры. Мир не имеет морального права онлайн созерцать плановый вывод Кремлем в Черное и Каспийское моря российских кораблей с калибрами и ониксами, которые хладнокровно расстреливают мирных украинских граждан и целые города. ООН и все международные организации не имеют права не реагировать конкретными шагами на российский шантаж всего мира энергетическим коллапсом, голодной смертью и ядерной войной только потому, что одному больному диктатору захотелось захватить Украину. И мир готов это проглотить? До зустричи, глядачи! Выстуемо! Поширюйте! Комментуйте! Лайкайте! Мы ссыло! Продолжение следует...